Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука и сегодня мы взглянем подробно на новые скины, набор новых скинов для трех персонажей в игре Mortal Kombat 11. Набор называется что-то типа там Summer Party, то есть летняя вечеринка. Итак, ребят, но начнем мы не с Китаны, оставим ее напоследок. Начнем с самого, наверное, ну для меня лично неинтересного персонажа, это Эрн Блэк, но не спорю, кому-то он нравится и даже может быть многим, но, как мне кажется, Китана многим больше зайдет. Вот, сейчас мы посмотрим в подробности все скины, покрутим расцветушки, предметики, заставочки, посмотрим, все как обычно, все как вы любите. Ребята, а вы не забудьте поставить лайк под видео, если хотите видеть в дальнейшем ролики по кастомизации по игре Mortal Kombat 11 в нашем канале. И давайте, погнали. Значит, Эрн Блэк. Значит, вот такой вот скин, типа дяди Сэн. Но он довольно красивый, очень цветастый. В цирке было бы самое оно, Эрн Блэку в этом костюме выступать, конечно же, с этими полосатыми штанами и звездами. Но, да, скин, конечно, вот смотрите, там, шипы, у него, да, ноги, там он орел, сапоги, все, короче, все, все сделано, как обычно, круто, но по-другому они и не делают. А вот тут мы видим, как у нас рука проваливается сквозь кобуру, а вот это уже косячок. Видать, размер кобуры что-то неправильно подрассчитали, да, под анимацию персонажа не подходит. Это, конечно, досадный косячок. Я, кстати, такого раньше не замечал на вот таких моделях. Да, конечно, могут проваливаться там текстуры, что-то еще во время боя там где-то, да, но вот когда персонаж вот так просто стоит и у него уже... Это хреново. Видимо, кобура слишком большая. Так, ну ладно, давайте посмотрим, какие тут есть расцветки вообще, да, это называется фейерверк. Дальше у нас есть другая расцветка. Отчаянный патриот. 1777. Кстати, классно смотрится тоже, да, такая расцветочка. Уже не совсем для цирка, скажем так. Да, неплохое сочетание цветов. Дальше у нас звезды и полосы. Типа красный такой у нас Эрвин. Былая слава. Тоже серый, белый, красный. Тоже неплохое сочетание цветов. Минитмен. Синего цвета такой. Так, ну и вроде все. Давайте посмотрим вот это. Да, неплохая тоже расцветочка такая. Очень цветасто. Синий цвет прям вообще такой. Ядерный. Ну и значит, по снаряжению тут получается у него шляпа. Тоже называется Минитмен. Ружье Плимут. Вот, хотя он с этой стороны тоже окрашен немного. Тоже там типа Орел присутствует. Крылья, по крайней мере, мы видим. И пистолеты. Дудочка и барабан. Так, теперь давайте посмотрим, как все это выглядит на вступлениях. Сухао голову принес обычный рабочий день. Кстати, почему бы не сделать было разный гол у разных персонажей, чтобы он выкидывал, а не только одного бедного Ксу Хао. Так, теперь давайте посмотрим, как все это выглядит. Давай, до свидания. Так, ну в общем, вот так вот Эрон Блэк выглядит, высказывается ваше мнение. Вообще, ребят, пишите в комментариях потом в конце видео, ну, кто из трех персонажей больше понравился, как выглядит с новыми скинами. Так, следующий барак. И тут по мне так самая необычная тема, наверное, потому что это барак и повар. Так, во-первых, давайте посмотрим. Он тут немного и на маньяка похож, как бы, да, и на повара. Идеально, как фартук, как у кожаного лица, наверное. Ну, из фильма «Техасская резня бензопилой». Шлепанцы, смотрите, с такими когтями. Такой кожаный, видите, у него фартук. Сардельки висят. И самое прикольное, эти сардельки, они еще как-то двигаются по физике немного иногда. Колышутся. Здесь он движение, даже сейчас, видите? Ха-ха-ха, жесть. Такие вот, прям, свайте крупным плановыми, сардельки, насажен тут крюк. Сзади типа майка у него, да? Еще такой Кусман мясо висит. И разные инструменты такие. Реально, как маньяк больше похож, чем повар, с этими инструментами. В общем, да, тут постарались, пригорнули они еще как. А это типа клеймо, смотрите, да? Типа на мясо клеймо ставить «Б» барака, что ли? В общем, блин, очень подробный костюм. И крюк еще, то есть, ну, реально маньячина больше. Повар-маньячина с сардельками. Ну, и тут еще отдельно флаг какой-то из кожи сделанное, видимо. Так, ну, давайте теперь по отдельности посмотрим, значит. Это называется «Мясо само отходит от костей». Скин. Другая расцветка. Таркатанский мастер гриля. Дальше топка. Тоже неплохо черный этот фартук смотрится, да, у него. Распорядитель боев на арене. Коптильня. И до хрустящей корочки. Наверное, так прикольно тоже красный посмотрелся. Так, ну, а по отдельным предметам, значит, у него отдельно вот такие вот лезвия, да, вот эти на руках. Клинки, называется. Таркатанские ножевые изделия. То есть, как вот отсылка, как макаронные изделия, да, типа того или как там, мучные изделия, макаронные изделия. Потому что, похоже, да, на какие-то такие рожки, макаронные такие бывают. Обратите внимание, как у него сардельки, натрясутся. Так, поцелуй повара. Шапка. Тут все понятно. Тут как бы даже и говорить нечего, но поварская шапка. Заляпанная такая, если присмотреться. Так, и вот флаг называется «Блюдо дня». То есть, это, по идее, как какой-то баннер, который выставляет где-то в ресторанах, как и «Блюдо дня сегодня» или что такое, да, типа. Ну, вот он какой-то металлический, и вот на нем кожа. Ну, я не знаю, я особо в ресторанах не бываю, поэтому не видел, чтобы так где-то выставляли. «Блюдо дня». Еще, знаете, горит, он вставил, там внизу горит. Так, ну пойдемте, пройдемся по его заставочкам, как он смотрится. «Блюдо дня». Продолжение следует... 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 на не москву маску вообще могли бы не делать с этим набором вот сделали так но я думаю многие заметили что есть некое сходство в образе с персонажем ашера которая была на playstation 2 там в играх deception так и частях таких так дальше вот такой веер тропический бриз называется приятные названия тропический бриз красивый вверх и гребень волны сая так теперь осталось посмотреть заставочки до с ее части вступления погнали костюм весь по физике тоже видите как бы это что-то открывается что-то закрывается а 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 Ну что ж, ребята, это было все. Ваше мнение высказывать в комментариях. Какие скины вам больше понравились. В принципе, все зачетные по мне. Приятно посмотреть на персонажей стало. Что еще хочу сказать. Вообще вышло большое обновление. Там на целых 8 гигабайт на самом деле. И какой-то контент, видимо, будет постепенно в игре открываться. Еще не все. Будет еще видео на канале про отдельно. Про комментатора Робокопа. Как его открыть. И как он вообще звучит. Если вам это интересно, пишите в комментариях. И еще также, наверное, через недельку стартует новая лига. Также запишем видео по новым скинам с новой лиги. Я не знаю, какая там будет. Возможно, пурпурная либ какая-то будет. Ну, посмотрим. В общем, на этом все, ребят. Ваше мнение пишите в комментариях. Ставьте лайк, если хотите больше таких роликов на канале. С вами был Аня Цзука. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok